На весах полный комплект. Обратим внимание на линию регулятора, то есть он приклеен, еще и прошится. Сидения здесь алюминиевые, полностью алюминиевые, а с внутренней стороны здесь металлическая накладка. Палуба здесь с антискользящим покрытием. Внутри от баллона до баллона. На одно сидение спокойно садится два человека, лодка четырехместная идет. Я накачал каркас тента, он здесь просто надувной. У вас будут под ногами большие рундуки, куда можно разместить вещи. Толстая широкая лента идет по всей длине до самого носового подъема. Сегодня у нас на подробном обзоре лодка Гладиатор Е380 Pro, цвет светло-темно-серый. Эта лодка производится в Китае на заводе Гладиатор. Лодка идет в коробке, размеры в длину 127 сантиметров, по ширине 71 сантиметр и по высоте 41 сантиметр. Вес лодки в упаковке 69 килограмм. Открыл коробку, так выглядит лодка в коробке. Сейчас будем смотреть, что здесь в комплекте, более подробно. Что было внутри коробки? Сама лодка в черной сумке, два весла в полиэтиленовой пленке, накладка на сиденье тканевая с сумкой, причем их две и две сумки здесь. Носовой тент, надувная дуга и само полотно тента. Два сиденья алюминиевые с ликпазами, сумка для тента, либо для какой-то мелочевки, отдельная, пустая, небольшая, насос ножной, ремкомплект, ключ, клапан, клей, ткань, там все это в пенале. И инструкция, паспорт для лодки. Смотрим содержимое сумки. Здесь такие стяжки, металлические кольца. Это хорошо, не будет ломаться. Сумка в виде конверта. Здесь еще три стяжки. Тоже с кольцами металлическими. Полный конверт открывается на четыре стороны, значит даже если вы плотно не свернете лодку, то она поместится в этот конверт. Ну и здесь находится сама лодка. Больше здесь ничего нет, все остальное вынесено отдельно. На весах только шкуры лодки, ее неделимая часть. 50 килограмм, 450 грамм. Два сидения, 4 килограмма, 250 грамм. Два весла, 1 килограмм, 600 грамм. Насос для лодки, 1 килограмм, 400 грамм. Сумка для лодки, 2 килограмма, 100 грамм. На весах полный комплект. Гладиатор Е380 Pro, 64 килограмма, 350 грамм. Лодка развернута, вот так вот она выглядит. Гладиатор Е380 Pro, площадки куда темп ставится надувной. У лодки 4 надувных отсека, здесь накачивается корма. Здесь носовой отсек и надувное дно низкого давления. Причем я вижу здесь травливающие клапана есть как на надувном дне, так и на баллоне тоже стоит. Сейчас накачаем, посмотрим где это все установлено. Накачивать будем насосом с аккумулятором, чтобы нам не возиться ножным. Приступаем. Обратим внимание на линию регулятора. Лодка пока не накачалась. Вот так здесь сделано. Здесь видно прошит, угол прошит нитки. То есть он приклеен, еще и прошится. Лодка накачана, гладиатор Е380 Pro. Так она выглядит, сразу бросается в глаза, что у лодки большой киль. У нас потому что сильно поднялся. Не установил пока носовой тент и мягкие накладки с сумками. Они тоже идут в комплекте. Сейчас поставим и полную комплектацию, естественно, тоже покажем. Сейчас просто сделаем обзор, что есть у лодки. Эмблема на борту слева. Ручки для переноски. С внешней стороны лодки стоят как спереди, так и сзади. Гравировка гладиатор, фирменная. Эта лодка собирается в Китае. Здесь сразу в глаза бросается, что сборка очень аккуратная. Потому что все идеально проклеено. Вся фурнитура подогнана. Никаких заусенцев нет. Все четко ставится. Прям конфетка. Леерный трос идет. Белый, такой красивый. По верху лодки, по баллону. Здесь полукольца. Металлические. Это для буксировки. Для крепления к прицепу, скорее всего. Использовать удобно. Привальная лента с брызгоотбойником, за которую можно крепить тент. По всему периметру лодки идет. Сидения здесь алюминиевые. Полностью алюминиевые. Антискользящая ребристая поверхность. И сидение здесь на электросе перемещается. То есть настраивайте посадку, как вам удобно. По отсекам, я уже сказал, их четыре. Здесь накачивается корма слева, корма справа. И носовой отсек здесь. Здесь носовой баллон накачивается. И надувное дно низкого давления. Стравливающие клапана здесь есть. На надувном дне стоит. И на носовом отсеке. Причем стравливающие клапана с функцией перекрытия. То есть можете... У него два положения. Открыть, закрыть. Можете закрыть, если они вам не нужны. Либо открыть. Тогда он будет при определенном давлении стравливать. Это для безопасности, чтобы лодку не разорвало. Так, трансовая часть. Смотрите, здесь бросается в глаза идеально ровный транец. Это хорошо. Никаких вырезов нет. Это значит, вы можете любые приспособления, типа трансовых колес, прям в самый край ставить. Держатели и холота вешать. Ну, трансовая прямая доска, это всегда хорошо. Это лодка стандарта S. Короткий транец под мотор с короткой ногой. Сливная пробка здесь есть. Установлена слева. Накладка под мотор с внешней стороны пластиковая, а с внутренней стороны здесь металлическая накладка. Здесь есть страховка. Вот, например, сюда можете подвязывать мотор для его безопасности, чтобы не утопить, если вдруг сорвет. Шильдик установлен с левой стороны, там же, где и сливная пробка. Здесь какие-то эмблемы проверки, что лодка прошла проверку. Здесь, здесь. Ну, сборка прям очень аккуратная. Край трансовой доски здесь защищен. Здесь ПВХ накладка стоит, прорезиненная такая. ПВХ. Палуба. Палуба здесь с антискользящим покрытием. Тоже дополнительная защита. Причем, плотность ткани здесь высокая. 1350, по-моему, в характеристиках. Смотрите, по днищу и по палубе. А баллоны здесь 1100, по-моему. Тоже в характеристиках, смотрите. Но это лодка из ткани высокой плотности вся. Давайте посмотрим палубу поближе. Вот так вот она выглядит. Видно, что идет носовой подъем. Днища, конечно же, тоже посмотрим. Все параметры мы замерим. Такие вот весла. Ручки. Тут они 4. Это очень хорошо. Как бы ручка шкипера, как обычно у всех лодок есть. Но и с другой стороны у пассажира есть тоже ручка. Плюс еще ручки такие же стоят в носу для передних пассажиров. Причем эти ручки мягкие. Это удобно тем, что не мешают они сворачиванию лодки. Ручки ПВХ. Они нужны в основном только для того, чтобы держаться. Поэтому здесь большой-то нагрузки на них особо-то и нет. Не то, что вот эти ручки, которые используются для переноски лодки. Причем на них есть еще возможность якорной намотки. Так же, как и на уключенных. Тоже есть возможность намотки. Давайте посмотрим носовую часть лодки. Вот это пятачки нужны для того, чтобы крепить носовой тент на липучках. Так, и смотрим нос лодки. Здесь установлен рым. Рым-ручка. Причем она полностью металлическая. Скорее всего, не ржавейка. Здесь трос. Ну, ниже уже ничего нет. Там идет киль. Защита по килю видно. Привал. С этой стороны тоже полукольца металлические стоят для привязывания лодки к прицепу. По этому борту расположена также эмблема. А лодка сильно переваривается, потому что килеватость у нее явная. И цвет красивый. Светло-темно-серый. И обратим внимание теперь на трансовую часть. Брызговики стоят как сверху, так и снизу. Уголки косынки. Так, транец. Есть у лодки интерцептор. Это такой характерный вырез. Интересная конструкция. Интерцептор немного торчит, выступает. Ну, на эту лодку, я думаю, мотор минимум надо брать 9,8. Так, теперь давайте обратим внимание на шильдик лодки. Посмотрим, что там указано. Итак, модель Е380ПРО. Указан серийный номер. Грузоподъемность 600 кг. 22 кВт, 30 лошадиных сил. Можно мотор максимально ставить. Скорость ориентировочная максимальная здесь указан 50 км в час. А пассажировместимость 4 человека. Как раз 4 ручки. Всем есть за что держаться. Ну, а сейчас я замерю основные параметры. А все есть, конечно, на сайте, но я наглядно, по факту, вам скажу. Длина кокпита. Это расстояние по палубе замеряю от носа лодки и до самого транса. Трансовой доски здесь 278 см. Теперь замерим лодку по ширине. Внутри от баллона до баллона. И я здесь вижу фактическое расстояние 82 см. А если по палубе замерять, ну, примерно 89 см. Трансовая доска. Толщина здесь примерно, ну, я думаю, стандарт 27 мм толщина. Причем трансовая доска здесь обклеена ПВХ тканью черного цвета. То есть я здесь фанеры не вижу, все здесь обклеено. Высота от интерцептора и до верха 41,5 см. Так, длина транса. Давайте между брызговиками, где вот они начинаются, уголки брызговиков. Здесь 47 см. А общая ширина трансовой доски, давайте полезная, вот от крепления, от трансхолдера, где он начинается, и до другой части, здесь 78 см. Внутренняя высота, кому интересно, от палубы и до верха транса 26 см. Так, замерим теперь сидение. По длине 106 см, а по ширине 20 см. Высота посадки от палубы в корме 38 см, а в носу почти 40 см. Длина весла 165 см. Длина лик-троса, расстояние, на которое перемещаются сидения, 150 см. Ещё вам может понадобиться такой параметр, как высота от палубы до лик-троса. Ну, допустим, если вы будете кресло ставить. Ну, по сути, здесь так же, как и до сидения. Давайте так, вот до самого троса, от палубы, если от выступающей части на палубе и до троса, то здесь 36 см. А если от впадающей части палубы и до троса, ну, примерно 37 см. С удовольствием поднимусь на палубу, продемонстрирую размещение в лодке. Лодка с надувным дном низкого давления, накачивается она жёстко и ходить можно спокойно. Так, лодка у нас тут с большим килем, поэтому вот такое вот качание на ровном полу. Сидение, кстати, удобное, даже без накладок. И вот сидишь и не скатываешься, потому что они антискользящие, ребристые такие. Сидения здесь двигаются, настраивайте посадку в лодке. Здесь есть ручка, за которую может держаться шкипер, ну, пассажир, можно за трос держаться. То есть здесь, в принципе, за что держаться, здесь есть. На одно сидение спокойно садится два человека. Лодка четырёхместная идёт, поэтому на каждое сидение по два человека, и всем удобно разместиться, есть за что держаться. Можно комфортно себя чувствовать. Большое пространство внутри, 82 сантиметра. Есть ручки везде причём. Носовое пространство длинное, большое. Отличная лодка. Сейчас поставим вот это вот всё в фурнитуру, которая идёт в комплекте. Носовой тент. Мягкие сидения с сумками повешу тоже, чтобы всё посмотреть. Ну, отличная лодка, что тут сказать. Хочется испытать её на воде, как она пойдёт. Большая келеватость у неё. Можно, естественно, использовать её для рыбалки, для отдыха с семьёй. Ну, давайте ставим фурнитуру и посмотрим, как эта лодка выглядит в полном комплекте. Я накачал каркас тента. Он здесь просто надувной. Устанавливается в площадке. Держится на липучках. Здесь у него есть один клапан. И вся эта конструкция накачивается, держится и куда не съезжает. И осталось только натянуть полотно тента. Тент я натянул на каркас. Вот так это выглядит. Носовое пространство защищено от брызг, от ветра. Можно там держать вещи, когда вы идёте на лодке. Здесь эмблема гладиатор. Тент держится крючками за привал. А здесь на липучке закрепляется за такой каркас надувной. Сидение мягкое с сумкой подсидельной выглядит вот так. Вокруг сидения они закрепляются на вот таких ремешках с липучками. Сюда продеваете и завязываете. Не завязываете, а затягиваете. Причём сумку можете на молнии полностью отстегнуть. И у неё есть ручка для переноски. То есть сумку можно отстегнуть и унести отдельно. Сидение останется мягкое на лодке, а сумку взяли с собой в палатку, например. У сумки есть большой отсек, но сейчас я установлю их и покажу. Я полностью установил всю фурнитуру, все аксессуары на лодку. Здесь и носовой тент, и мягкие накладки с сумками. Так это выглядит. У каждой накладки есть сумка, у которой один большой отсек вместительный. Я их расположил вот так вот, с замочками внутрь друг к другу. То есть если вы будете сидеть в лодке, у вас будут под ногами большие рундуки, куда можно разместить вещи. А большие вещи можно положить в нос лодки, защитить их от брызг, от ветра. Так вот это выглядит. Всё, что вам необходимо, уже идёт в комплекте. Обязательно с собой взять только спасательные жилеты. И, в общем-то, всё. С этой лодкой идёт всё, что нужно. Протестируем аксессуары. Так, сидеть стало намного мягче. Там мягкий изолон, скорее всего. Да, так я просижу гораздо дольше и комфортней. И теплее, и мягче. Сумочка большая, большой отсек. То есть вот сюда закинул все свои вещи. Она, кстати, из непромокаемой ткани. Пропитка есть. Если дождь пойдёт, то вещи останутся сухими. Носовое пространство. Интересно, я полностью туда смогу залезть? Сейчас протестируем. Да, нос, в принципе, большой. Места здесь достаточно. Кстати, детям играть будет замечательно. И уши не будет надувать, когда вы идёте. И как домик здесь прятаться можно. Я думаю, если с детьми кататься на этой лодке, они будут просто в восторге. Теперь смотрим днище лодки. Как я уже сказал, она из высокой плотности. Ткани. Здесь 1350. В характеристиках смотрите точное значение. По-моему, это так. Здесь идёт защита по всему килю. По всей его длине. Привал установлен. У лодки есть интерцептор. Пластины интерцептора. Интересная форма такая у неё. Галочкой идёт. Это для лучшей гидродинамики. Здесь такой вот вырез. Не знаю, для чего это сделано. Это вопрос к конструкторам. Здесь установлены уголки. Так, смотрим. А, ещё защита. Вот, защита здесь по баллонам. Широкой лентой. Скорее всего, здесь надо померить. Около 20 сантиметров, я думаю, здесь. Ширина этой ленты. И такая толстая защита. Толстая широкая лента. Идёт по всей длине. До самого носового подъёма. То есть, лодка здесь максимально защищена. И по баллонам, и по килю. Так, давайте теперь обратим внимание на трансовую часть. Трансовая часть лодки. Как я уже сказал, здесь идёт проклейка ПВХ тканью чёрного цвета. То есть, здесь не просто фанера, а ещё с проклейкой. Для лучшей защиты и для красоты. Так выглядит транец. Трансовая часть. Подушка надувного дна. Здесь тоже привал заходит сюда. Здесь защита проклеена. Сливная пробка. И теперь обратим внимание на днище лодки со стороны транса. Смотрите, какой у неё киль. Изогнутость идёт по всему днищу. То есть, лодка с большой килеватостью. Так, теперь обратим внимание на киль. На днище, вернее, со стороны носа. Так вот это выглядит. Вот почему она так сильно приподнимает нос на ровном полу. Киль у неё большой. Мы с вами посмотрели гладиатор Е380 Pro. Эта модель собирается в Китае на заводе гладиатор. Отличается высокой плотностью ткани, как по баллонам, так и по днищу. А палуба здесь антискользящее покрытие имеет защитное. Алюминиевые сидения. Мотор можете ставить до 30 лошадиных сил. Трансовая доска прямая. Подойдёт как для рыбалки, так и для прогулки с семьёй. Максимум здесь можно разместить 4 человека. В нашем магазине вы можете приобрести не только лодку, но и лодочный мотор. А также есть покупка в кредит в рассрочку. Вся информация на сайте раздел «Кредит. Рассрочка». Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментарии под этим видео. Либо на сайте бесплатный номер 8800. По техническим вопросам можете спросить меня. Меня зовут Руслан. Напоминаю, что все покупатели нашего магазина участвуют в розыгрыше крупных подарков, которые мы проводим ежемесячно. Вся информация на сайте, на главном баннере. Если вам понравился этот обзор, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин